МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуска. В протяг супрацовництва Гомель с официальным визитом наведала делегация автономного района внутренней Монголии КНР. По всех правилах и в ответственности с генпланом в Гомельском городском управлении капитального будовництва дали комментарии на конд-будоле в районе улиц Рогачевской Кирова. Золотый юбилей Рыгора Шпакова в 50-х годов на посаде старшини господарки. А зараза в этом меньшем больше подробязна. Леонид Заяц займет посаду старшини Могилевского Абл-Выконкама, а Михаил Руссы будет накированный на посаду помощника президента, инспектора по Могилевской области. Такие решения, принятые сегодня Александром Лукашенко, по выниках с встречи с ними. Кировник державы расслумачил мотивы, по яких чиновники недавно были вызволены от посад министра сельской господарки и харчеванья и вице-премьера. Александр Лукашенко нагадал, что за все, что отбывалось в Украине в сфере сельской господарки, они несли персональную отказность, начиная от конкретных доручений по певных культурах, до технологий ОАПК и экспорту продукции на иншие рынки. Решение принятое не просто по следах убаченного на особной ферме. У Могилевской области повинны працевать вопытные люди, тому целиком закономерно, что минавито таких кировников президент накировывая в регион, який повинен выйти на добрый выник. Я пригласил вас, чтобы озвучить свое решение, которое принято мною, лично мною в отношении бывшего министра и бывшего вице-премьера. Все, что происходит в стране, в сельском хозяйстве, я вас предупреждал, и одного и второго вы несете персональную ответственность за это. Начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам, лен, рапс и прочее, и до технологий и экспорта продукции на другие рынки и технологии в сельском хозяйстве. И я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слежах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься, они сейчас и занимаются. Это дело, прежде всего, руководителя хозяйства и председателя райисполкома. Поэтому не надо думать о том, что экспромт и беспорядок на фермах и машинных дворах в этом Купаловском привел к отставке одного и второго. Технология и железная дисциплина. Я вас предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович, ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, мало делаю. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То самое касается вице-премьера, который был ответственный за Могилевскую область. Поэтому мое решение, и это приказ, вы вдвоем поезжаете в Могилевскую область, определитесь, кто в каком качестве, кто губернатором, кто помощником, наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете, как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в Купаловском, переводите. Но заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестить в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это даже не Брестская область, Каменецкий район, или еще какой-то там Пружатский. Где камень на камне. Это прекрасные земли, особенно Всеславович Клоу, Могилев, там Круглое, Белыничи. Вся эта коса. Там нет плохих земель. Поэтому я знаю вашу позицию, каждую мне, Наталья Ивановна, доложила. Но это приказ. И вы, как граждане белорусы, мой приказ должны выполнить. И используйте любые законные методы, любое законное средство для того, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичные и настоящие мужики. Как зауважили сегодня журналисты, которые присутствовали на встрече, особенного ожидания занять новые посады Леонид Заяц и Михаил Русы не отчували. Однако президент в загадном парадке накировал працаваць на этой посаде экс-министра сельской господарки и экс-вице-премьера, со своего боку пообещавши им усиллякую поддержку. С офицейным визитом областный центр наведала делегация автономного района унутренной Монголии КНР. Угар-выконками гости подписали погоднение об намеры установить попратимские советы помеж Гомелем и китайским городом Хухота. У областным выконавчим комитете делегацию примал на местных старшине Андрея Конюшка. Размова подчас встречи об социально-экономичном развитии регионов на керунках взаимовыгодного супрациониста. Далейший крок – наладзить контакты помеж керавництвам Гомельской области и автономного района унутренной Монголии КНР. С этой нагоды делегатам вручили офицейное запрошение на Гомельский экономичный форум, который все лет пройдет 24 мая. У отказа требовали пропонову завитать на китайско-монгольское экспо наприконцы вересня. Сегодня исполняется 50 годов, как Рыгор Шпаков узначали у Калгас 50 год Кастрышника Речицкого района. Такого стажу на посаде керавника сельско-господарчого предприемства в Гомельской области немае больше никто. С юбиляром сустрелись наши корреспонденты. Везка Леваши Речицкого района центральная садиба сельско-господарчого вытворчого кооператива 50 год Кастрышника. Сегодня это не просто стабильно працующее предприемство. Многие из досягнутых тут показчиков могут служить ориентиром для инших. У этой дни господарка завершает селбу ранних яровых и начинает рыхтоваться до селбы кукурузы. Коли не улишилось непостоянное и часом непродказальное надворье, проблем с проведением полевых работ тут нема. Уреште до их стороны рыхтовались, по-иншему тут просто не могут. Посевная весенняя у нас практически проходит на ура, как ребята говорят. По заявке главного инженера узлы агрегаты мы выкупаем с ремонта и практически у нас к 1 марта, к 1 марта мы уже полностью, 100% парк был готов к весеннепалевым работам. Что ты же запланов на этот год, то их у господарцы не утойвают. Больше за то и у сельхозпредприемстве выработали миллионичные стенды с всей информацией. Плануем и валовый сбор зерня свыше 9,5 тысяч тонн. Это крыху больше, самого лепшего выника в истории кооператива. Надой на корову 8 250 килограммов. В шматых господарках об таким показчику я еще навод и не марать. Прибыток 2 миллиона рублей. Частку сродка уникируют на дальнейшее развитие вытворчасти, частку на доброе упороткование населенных пунктов. И, как обовязковая умова, повышение добробытых работников. Даже сейчас средняя зарплата у сельскохозподаршим вытворшим кооперативе 50 год Кострышника перевышает тысячу рублей. Наш коллектив в настоящее время работает успешно. Люди уверены в том, что коллектив сохранится, производство будет улучшаться, ну и, следовательно, жизненный уровень также будет. Мы работали, работаем, и коллектив будет постоянно работать в таком ритме, в таком плане с задачей не разрушать, а постоянно создать. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Реческий район. Дом узвядуть по усіх правилах и у ответственности с генеральным планом развития Гомеля. У опошней часа, колбудовництва, шмат поверховки в районе в улицах Рогачевска и Кирова возник шерох питанье. Наши корреспонденты отправились с затлумачением ситуации у городской управлении капитального будовництва. Дом плануют сдать уже селета, и он будет различен на 40 кватер. Это выбор места размещения земельного участка, заключение городского центра гигиены и эпидемиологии, архитектурно-планировочное задание и в уголе вся необходимая документация. На минулым тыдні службы, которые имеют сдачинения до будовництва дома, встретились с жихарами суседних домов. Жильцов интересует вопрос, изменится ли въезд-выезд с территории их домовладений. Нет, ничего не меняется. Въезд-выезд остается тем же самым. Количество парковочных мест только увеличивается. Обеспеченность парковочными местами по данному дому составляет 57%. Это достаточно высокий процент для центра города. Также в процессе встречи с жильцами на прошлой неделе прозвучали вопросы работы башенного крана, когда он имеет право работать, при какой силе ветра не имеет права работать. В принципе, эти вопросы были озвучены. Нами было сказано о том, что весь пакет разрешительной документации получен, в том числе и кран сдан проматомнадзору. Мы разом. Сегодня в Гомеле прошла международная встреча юных миротворцев. Областное отделение Белорусского фонда «Миру» с уместной средней школой номер 27 принимали делегации навученцев и педагогов с пяти российских городов под обязанностью в наступном материале. Делегация с 30 человек завитала в Гомель, как встретить День единства народов Белоруссии и России разом со своими сябрами. Они приехали из разных кутков Великой Краины – Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Смоленска и Владикавказа. А пошли добирались до областного центра 41. Шановных гостей с устракали юные миротворцы с 27-й школы, ветераны и керавництва областного отделения Белорусского фонда «Миру». Принято решение совместно со школой «Мира», 27-й школой, именно провести встречу молодого поколения. Приехала молодежь, именно чтобы обсудить вопросы единения народу и что должна молодежь делать. А лично я считаю, что молодежь в этом плане должна задавать тон и сегодня и в будущем, потому что через несколько лет это же взрослые будут. Сабровские отношения помеж Белоруссии и России поддерживаются в самых разных сферах гандлевые, эдукационные, культурные. А прочее того наши народы связывают шматвиковая агульная история. В первую чергу перемога в Великой Отчинной войне. Я надеюсь, что единение детей обязательно поможет человечеству навсегда избавиться от этого слова война. Потому что все мы родом из детства. Хорошее, такое благоприятное время, когда можно закладывать человеку все самые хорошие навыки и умения. Некоторые делегаты приехали в Гомелю-Першиню, однако со своими гомельскими одногодками уже знакомые. Разом удельничали в суместных маршах мира и творческих фестах, детских лагерах, экскурсиях и спортивных споборництвах. Чарговая сустреча «Мы разом» станет доброй пляцовкой для умоцования одинства и братерских соведей по международам Беларуси и России. Будеттих – это лепшие посланцы миру и объединальники народов. Дети – это лакмусовая бумажка, которая показывает отношения между народами России и Беларуси, так как дети влюблены друг в друга. Мы еще не знакомы с детьми из Курска, Петербурга, Смоленска. С москвичами мы дружим очень давно, а не с первого. Как и ваши дети с лета я голосую за мир, бывает во Владикавказе. Подчас концерта гости обменялись подарунками и уручили у знагороды. 27-я школа так само поширила географию супрацовництва. На сегодняшний день у нас подписаны договоры со школами Российской Федерации. Самый первый договор был 64-й школой города Брянска. Затем у нас оказались в гостях школы из городов Смоленск, Курск, Злынка, Новозыпка в Санкт-Петербург. География общения 27-й школы расширяется. У нас сегодня в гостях учащиеся из Владикавказа и из города Москвы школы 12-88. Завтра гости примут отдел святочном митингу на Кургане Славы со складанием Вянкова Кветок. Уси делегации привезли сюда пашминцы земли, взяты из мемориала воисковой славы своих городов-героев. Далее они наведуют город-герой Минск и музеи и историю Великой Отчинной войны. А так само Лоевский плацдарм и мемориальный комплекс на Набережной Днепра. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадио компания Гомель. На передодни дня яднания народов России и Беларуси Российский Центр науки и культуры провел доброчинную акцию книги «Удар». Больше как 2000 выданий пополнили книжные фонды городских и сельских библиотек, детских больниц, университетов, подручники, энциклопеды, доведники для студентов и выкладчиков. Передача литературы проходила у некольких этапов. У нас уже охвачено в районе 50-60 учреждений образования по Гомелю и Гомельской области. Вот сегодня в честь и в преддверии Дня Единения народов Беларуси и России мы решили передать книги для учреждений образования Гомельского района это учреждения художественные учреждения образования. Сегодняшняя партия у нас в районе 380 книг. Усяго на протягу 2019 года установы адукации и охвы здоровья и культуры Гомельщины отримаются от центра больше 6 тысяч новых выдастов. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by На этом выпуск завершен и дякую за увагу и до новых с устречой эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев здравствуйте. Мобильные милицейские группы организованные для проверки готовности к проведению посевной кампании в выходные дни побывали на сельхозпредприятиях области и выявили ряд серьезных недостатков в работе. Со стартом посевных работ горячая пора началась не только у аграриев но и у сотрудников милиции. Практически ежедневно они посещают мехдворы и поля сельхозпредприятий. 30 марта сотрудники Брагинского РОВД провели мониторинг предприятий своего района. На территории машино-тракторного парка ООО Моложенский обнаружен складированный лом черного металла. Установлено, что он появился в ходе деятельности предприятия в основном от списанной техники и изношенных запчастей, но не был оприходован по данным бухгалтерского учета и на балансе не числился. Общий вес лома составил 7 тонн. Накануне милиционеры проконтролировали, как работает охрана этого же сельхозпредприятия. Сторож полочно-товарной фирмы, расположенный в деревне Старый Юрковичи, нес службу в состоянии алкогольного пенения. В отношении работника составлен административный протокол по части 2 статьи 17.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Про мониторию машино-тракторный парк УАО Чемириский милиционеры вновь нашли неучтенный металлолом общим весом уже 70 тонн. Кроме этого, на территории молочно-товарной фермы деревни Храковичи рабочий полевод и оператор машинного доения находились на рабочих местах в пьяном виде. Совершил таран слепую в Петриковском районе в автомобиле во время движения открылся капот. Результат три человека травмированы. ДТП произошло в минувшую пятницу на автодороге Птич-Петриков-Житковище. За рулем автомобиля Мерседес-Бенц находился не имеющий права управления 21-летний парень. Во время движения водитель автомобиля Мерседес находился капот. В результате водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ. Водитель автомобиля Мерседес не имел права управления на транспортное средство. По данному факту проводится проверка. В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, 52-летний водитель автомобиля УАЗ, а также 38-летняя женщина-пассажир получили телесные повреждения. Еще один водитель попал в больницу уже из-за неправильно выбранной скорости. Им оказался житель Чечерска, который около половины пятого вечера по дороге в Гомель не справился с управлением, съехал в Кювет и опрокинулся. Автомобиль, скорее всего, придется разобрать на запчасти. Спасатели сделали все возможное, но было уже слишком поздно. 31 марта в 2 часа 6 минут спасателям Реческого районного подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Черное Реческого района. По прибытии к месту вызова установлено, что горит жилой дом открытым пламенем. Произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в доме на полу и в жилой комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций обнаружен в бессознательном состоянии хозяин дома, 79-го года рождения, который был передан работникам скорой медицинской помощи, которые в дальнейшем констатировали смерть мужчины. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество дома. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушений правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. И последняя информация. Отделом внутренних дел администрации железнодорожного района города Гомеля разыскивается Оксана Прокопенко, 1969-го года рождения, которая 1 января ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ее приметы на вид 40-45 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч и глаза серо-глубые, нос прямой. Была одета платье шерстяное бело-черного цвета, сапоги замшевой черного цвета, шапка вязаная серая с белой продольной полосой, пуховик зеленого цвета, при себе черная сумка. Женщина и ранее уходила из дома. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят незамедлительно сообщить сведения по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. В первом туре чемпионата Беларуси по футболу Гомель проиграл Неману, а мозорская славе – Минскому Динамо. Первый матч в этом сезоне проходил на домашней арене «Зелено-белых». С первых минут хозяева начали атаковать гостей. Однако фортуна оказалась не на стороне Гомеля. В первом тайме Неман поразил ворота «Зелено-белых» трижды. Сначала нападающий гостей Яник Эндженг со штрафного открыл счет не только в матче, но и в сезоне 2019. После этого защитник Немана Геогри Контария на 23-й минуте удвоил преимущество. Алексей Легчилин поставил под сомнение шансы на успех Гомеля, доведя счет до разгромного. В конце первого тайма защитник Немана Геогри Контария второй раз записал себя в послематчевый протокол, срезав мяч в собственные ворота. На 59-й минуте «Зелено-белый» Виталий Квашук сократил оставание в счете до минимума. После финального свистка на табло горели цифры 2-3 в пользу Немана. Славя также уступила. Мазыряне играли в гостях у минского «Динамо» и закончили матч с минимальным поражением 1-0 в пользу минчан. Во втором туре чемпионата Беларуси Гомель ездит в гости к Слуцку, а Славя принимает «Жодзинская торпеда». Волейболисты Гомельской «Энергии» и Солигорского «Шахтера» провели третий матч полуфинала чемпионата Беларуси. Первую половину партии лидировали гости, затем гомельчане наладили подачу, но в следующем сете упустили инициативу в концовке. Вторая партия осталась за «Шахтером». После перерыва атаки горняков преобразились, но действующим чемпионам избежать тайбрейка не удалось. В ходе решающего сета «Энергия» была в счете 14-12 и могла сократить отставание в серии. Но солигорчане изменили ход игры в свою пользу. Дебютант чемпионата «Энергия» в отдельных моментах смотрелась в завершившейся серии не хуже чемпионов. Подопечным Андрея Карабанева не хватило нападения, чтобы сделать серию более интересной. Теперь гомельчанам предстоит борьба за бронзовые награды. Волейболисты «Энергии» встретятся с Витебским «Марко». Финальная серия до трех побед между «Строителем» и «Шахтером» начнется 6 и 7 апреля в Минске, а продолжится 13 и 14 апреля в Солигорске. Завтра в Гомеле стартует чемпионат Беларуси по боксу среди мужчин и женщин. Эти соревнования – отборочный этап для участия во вторых европейских играх. Пройдет первенство на площадке Дворца игровых видов спорта. Начало в 16.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дворца игровых видов спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова